Всем привет, друзья! Продолжаем нашу Тевтонскую кампанию. Я напомню, что мы играем за Священную Римскую Империю и играем на максимальной сложности. Вообще-то, нам предстоит битва с польской армией. Правда, польская армия намного сильнее нашей. Во всех отношениях, прямо. Даже не знаю. Навряд ли здесь получится победить. Но попытаться стоит. Давайте сражаться. С нашей стороны армией командует Леопольд Годвинсон. 24 года. Ну, так себе полководец. Сражайтесь доблестно! Сегодня мы принесем Кайзеру победу! Что-то как-то я не оценил поляков. И теперь они уже перешли в наступление. Так, давайте разворачиваться. Ждите приказа! Так, давайте вот здесь вот. На холмике, наверное, развернемся. Так, ну и начнем битву. У поляков преимущество во всем. И в пехоте, и в кавалерии. Ясно, что стрелков у нас много, но... Как это должно помочь, я, честно говоря, не знаю. Так, а это у нас что за войска такие? Какие-то стрелки, наверное. Так, ну вообще, да, вот, может быть, нанести им хотя бы хоть какой-то урон. Так. 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 так все ближе и ближе подходят поляки не знаю у меня настроение все хуже и хуже становится стрельцы до конные стрелки все таки же все таки же я правильно сказал а с левой стороны тоже наверно да да той же стрелки с левой стороны польские рыцари откуда у тебя польские рыцари ли ты уже до польских рыцарей развился да это же не обычные такие вот рыцари 920 найма откуда откуда такие войска ты взял польский парняк это давайте немножко отойдем нашей кавалерии так ну хорошо вот эти вот стрельцы попадут под обстрел наших наших стрелков пешая польская знать пешие польские рыцари откуда откуда столько столько хороших войск у тебя или поляки хорошо живут шикуют чё-то как-то так 3 на 3 процента так ну это хорошо смотрите они не подходят в принципе у нас то по стрелкам преимущество большое 4 на 4 ну вровень идем хотя мне казалось что если они нападут сразу они всомнут три отряда пехоты не удержат столько войск врага но они не подходят смотрите а по перестреливаться я могу до стрелков у меня как бы много почему бы и нет пять на шесть офигеть сколько у поляков хороших войск это еще и алибордисты так 6 на 6 так ну вот они уже и подходят так 7 на 6 все таки ж подавляющее количество стрелок салков она играет не на руку мимо хаха мимо промазал мимо хаха мимо хаха так пора выдвигать нашу конницу так 9 на 9 так давайте ударим по польским хорунжием так ну в принципе вот и все да вот поляки пошли в атаку в принципе да сейчас они нас сомнут ну давайте выходите быстрее из этого окружения подтянул еще копейщиков да смотрите прикрывает прикрывает эту катапульту а сейчас мы по ней все равно и ударим так так давайте что вы не можете расправиться с расчетом этой катапульты странно что наши войска еще держится так так ну да в принципе вот они уже и бегут так враг одерживает верх только чудо может спасти рейх от неминуемого поражения ну конечно да тут как бы откуда поляки подтянули такие силы кто же их знает то что у них там в закромах припрятано так давайте все таки же попробуем остановить бегущих наших милосердный мы потеряли половину воинов ну да в принципе враг потерял половину армии наш полководец позволил убить себя думков да он не позволил он сражался с честью молодец да достойная смерть нашего полководца ну и наша армия конечно же тут же и и развалилась я честно говоря я изначально не не верил что здесь можно что-то сделать как-то победить но смотрю смотрите вот мы 62 процента врагов сумели уничтожить это неплохо мы сражались как львы врагу просто повезло так сейчас нужно будет организовать какую-то оборону потому что поляки прорвались так новая невеста помолвка яган из нюрнберга кунигунд руппель хорошо я согласен казнь пленника в польше печальные новости говорят что враги казнили ваших подданных захваченных в плен во время последней битвы число казненных 51 человек так благородная смерть смерть благородного человека прошу прощения так в ганновере ну и достойная смерть в бою леопольда год витсона так свадьба яган из нюрнберга кунигунд из нюрнберга вести королевской свадьбе радует сердца людей по всей стране в народе уже гадают будет первенец мальчиком или девочкой до скорой встречи в бою хотите подраться подходите ближе так ну молодец так нужно что-то делать нужно собирать какую-то армию потому что по частям я так смотрю они нас разбивают по частям что-то не не получается ничего так ополчение можно сюда закинуть так а конницы у меня больше нету да есть такое дело конницы значит больше нет это хорошо да это правильно я отличное место для лагеря битва разрешит наш спор до скорой встречи в бою так цитадель улучшение не 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 извините ребятки финансисты но сейчас вот мы будем вкладываться войска потому что сейчас очень тяжелое положение ага да а здесь у нас высаживаемся кайзер вот как укажите врага ага ага ну что ж давайте тогда вот сегизмундом из люксембурга осадим раскили да кстати мне вот сказали очень хорошую вещь дали подсказку да вот нужно было заблокировать вот этот вот пролив чтобы вот датчане не смогли подтянуть подкрепление так ладно а я еще купцы оказывается то так давайте глянем еще на наши города сейчас отменим все 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 что как бы только начало строиться то что уже строится пускай достраивается я уже отменять не буду так 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 ну и налоги в нашей столице можно будет поднять хотите подраться подходите ближе так давайте один отряд вытащим вот этих вот пеших рыцарей да то что у нас осталось переобучим их может быть все таки же ветеранов доспехах будем как бы тренировать все таки же они хороши против конницы так ну честно говоря это не силы это не силы это так ерунда какую тут еще оборону можно организовать а вы как здесь оказались вообще-то так а может быть попробовать поляками это самое перемирие заключить что прикажете кайза и какую ложь вы поверите они то сейчас не хотят так так о мне нужно вот купеческое ополчение мне нужно конница да так значит здесь я строю до убийца хорошо так все таки же давайте нашего убийцу выведем из горлицы так в праге у нас строится в магдебурге строится отсюда далеко тащить вот здесь вот еще бы войска можно бы построить ну в принципе как бы все что смог построил служу рейху укажите врага угу ой и тебе 60 лет парень а есть кто-то другой более не менее нормальный да он уже командует так магдебург и аган из нюрнберга но он торговец блин да у меня даже полководцев нету хороших пушки ха-ха-ха офигеть офигеть а какой год интересно 1288 год и у датчан уже значит пушки есть так 35 областей у нас сейчас 14 еще нужно столько же даже больше хотите подраться подходите ближе так ну мне бы хотя бы отбиться от них хотя бы организовать какую-то оборону а кстати вот эти вот поляки с кем они воюют с тефтонцами и с нами так а а кого бы еще бы натравить на них что-то тефтонцы я я не вижу чтобы они вот прям вот офигеть смотрите отдать я вот взгляну на график а чё такое это как бы где эти поляки то ничего себе так а это тефтонцы и поляки они примерно вровень откуда как бы столько добра у вас ребятки где вы все это на понабирали так ладно давайте сдадим следующий ход угу мы в осаде кайзер наш город под угрозой мы в осаде так блин у нас стрелков то много польские рыцари офигеть у нас как раз только один отряд копейщиков до поляки обрушились на наши земли лавиной изменился в пользу рейха да ладно так ну что ж будем повороняться чё еще остается делать что еще остается делать так 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 ну и начнем битву 3 отряда польских рыцарей чувствую поляки меня разделают под под ноль наверное зря я начал войну с польшей Так Ну ничего, самое главное Я так думаю Организовать какую-то Какую-то оборону Если получится Все-таки организовать оборону Тогда можно будет о чем-то говорить Смотрите, тут пишут, что победа Вполне возможно Правда, что-то я сомневаюсь, конечно Что один отряд Ветеранов-копейщиков Сдержит всех этих Польских всадников Ну 2% он уже потерял Ветеранов-копейщиков Так, ну ничего Так, ну ничего Так, нормальненько теряет 32% потеряли Не ожидал, не ожидал Так, колеблются Бунтуют Отлично Мы выигрываем битву Еще немного И победа будет наша Так, ну здесь допустим Я отобьюсь Допустим Как бы, да Враг потерял половину армии Мы выигрываем битву Еще немного И победа будет наша Ну конечно Так, ну 60% уже Да, вот потеряли Поляки Все-таки Как-то вот Наши копейщики Ветераны Удержались Так, отлично Смотрите Наши стрелки Расстреливают Всех этих рыцарей В пух и прах Так Ну да В принципе Они уже На дизморале Находятся Какое-то Организованное Нападение Навряд ли Они смогут Создать Они в принципе Они даже и сражаться Не хотят Смотрите Враг струсил Вперед За ним Завершаем Войдет в историю Как день Величайшей победы Рейха Да не смешите меня Какая величайшая победа Тут проблем Выше крыши Тут думаешь Блин Как бы не проиграться В пух и прах Какая уж тут Величайшая победа Так Кандидат на усыновление Благодетель Сигизмунд Из Люксембурга Михель Из Баварии 24 года Надежный командир Доблестный воин Берем Так Хорошо Битва Разрешит наш спор Так А где он Кстати Вот этот вот Михель Из Люксембурга Ага В Магдебурге Так Ну что ж Марш Объединяемся Давайте Это как раз И организуем Подраться Подходите ближе Организуем Какое-то Сопротивление Что прикажете Кайзер Если вы Не откроете Людям глаза Это сделаю Кайзер Кайзер Перекинем Купцов Я Кайзер Хорошее место Так А где Мои священники Мир Кайзер А у меня Только один Кого вы Подозреваете Я Искореню Ересь До скорой встречи В бою Неужели мы В пух и прах Проигрываем И тефтонцы Тоже Так Хотите Подраться Подходите Ближе До скорой Встречи В бою Нужно бы Вот этих Вот ребят Разбивать Там Так Ну и нам Нужны 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 Войска Вообще Битва Разрешит Наш Спорт Так Нужно Будет Собирать Какую То Армию Что прикажете Кайзер Кайзер Я кайзер Так Потому что Все печально Так А у вас Вообще То Что то Покруче Есть Как бы Что нибудь Из хороших Войск А не Всякая Там Ерунда Прочь Здесь у нас Все строится Так Ну вроде бы Все Хотите Подраться Подходите Ближе Так А шпиончик Это у меня Светополк До скорой Встречи В бою Гусары Офигеть И артиллерии Много И тяжелых Войск Много Офигеть Сколько У него Конницы А Так Ну что ж Давайте Сражаться Нужно Разбивать Так Так Давайте Включим Огненные Огненные Стрелы Нашим Стрелкам Так У поляков Много Много Всего Много Артиллерии Много Пехоты Много Конницы В принципе У меня Тоже Много Конницы Но Как бы Это не значит Что ее Нужно Тратить Так А может быть Вот эти Вот Осадные Машины Они не будут В обороне Как бы Отстреливаться Я бы Честно говоря Я бы Его Начал бы Обстреливать Стрелками Которых У меня Много Ну И Может быть Как Нибудь Вынудил Бо Его На Какие То Атаки Не Обдуманные И Потихонечку Бы Разбил Всю Эту Армию Но Есть Одно Большое Но Вот Если Бы Вот Эти Машины Не Отстреливались Я Думаю Я Легко Бы Это Провернул А Сейчас Как бы Не знаю Даже Сейчас То У Меня Меня Терзают Смутные Сомнения Да Все Таки Да Спасибо Ребята Те Кто Мне Говорили Да Там Ничего Нету Сложного За Священную Римскую Империю Да Я Вот Смотрю Тут Поляки Да Совсем Не Сложные Мне Вот Что Такое Мне Вот Этот Очень Интересно Откуда У них Столько Ресурсов Значит Ты так Решил Пообстреливать Нас Решил Или нет Так Ну что ж Давайте Тогда Ускоримся Что Ты Делаешь Это Требюше Так Ну да Вот Допустим Вот Это Вот Вот Этот Вот Расчет Этой Требюше Наши Стрелки Расстреляют Блин Все Как Назло А То есть Вы Как бы Еще И Не До Стреливаете Давайте Чуть Поближе Давайте Вот Этот Вот Расчет Тогда Снесем Угу А Вы Смотрите Смотрите И Учитесь Так Отлично Один Расчет Мы Снесли Так Конецы Уходим Отлично Давайте Перестроимся Так Три Процента Три Процента Все Так И Это Хоть Какая Нибудь До Цифра А Ты Куда Ползешь Катапульта Давайте Ее Может Быть Сомнем Угу Так Отлично Уходим Так Нам то нужно Как бы Еще Поближе Подойти Уходим Так Один Процент У нас Потеря У врагов У врагов Зато Шесть Шесть Процентов Так Ну давайте Вот этих Вот нужно Быть Спину Расстреливать Ага Да 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 Вот Так Вот Так А вы Ребятки Значит Бездействуете А кто В нашу Эту Кавалерию Стреляет Так Восемь Процентов Потеряли Мы уже Два А смотрите Они что-то Не провоцируются Я то думал Спровоцировать Их На атаку А гусары Легкие Всадники Оказывается А что Ты Такие Дорогие Тогда Если Они Легкие Всадники Зря Вы сюда Пошли Наша Конница Тут Как раз Занимается Рейдами В районе Вот эти Вот все Перемещения Я просто Не могу Оставить Оставить Без Нему Внимание Как бы К сожалению Я не в том Положении Чтобы Шиковать Сейчас Да Нужно Сосредоточиться Мы Выигрываем Битву Еще Немного И победа Будет Наша Так Отлично Стрелков Мы Кстати Зажали Зажали Прижали Я вот Одного Не могу Понять Почему Наши Рыцари Феодалы Несут Такие Огромные Потери Это Аж Хорошая Бронированная Конница Мы Выигрываем Битву Еще Немного И победа Будет Наша Отлично Ударим По Гусарам Давайте Ребятки Втопчите В снег А тут Еще Гусары Подтягиваются Мы Выигрываем Битву Еще Немного И победа Будет Наша Ну Конечно Я Вообще То Так И Говорил Еще Чуть И Мы Победим Так Ударим По Гусарам Да У нас Наша Кавалерия Уже Уставшая Так Арбалетчики Уже Выдвинулись Вперед Вот Вот Сволочь Попала Попала Все Таки По Нашим Войскам Так 10% Мы Потеряли 31% Потеряли Враги Так Давайте Может быть Ударим По Вот Этому Расчету Требюше Е-мое Как же они Обстреливают А Сволочуги Вот Эти Вот Пока Все Складывается В пользу Рейха Если Ничего Не Изменится Мы Победим Так Хорошее Слово Если Так Перемалываем Вот эти Вот В общем-то Расчеты Вражеской Артиллерии Но При этом Теряем Очень Много Конницы Почти Всю Нашу Конницу Потеряли Они Ж Артиллеристы Они Ж Обучены Как Были Если Ничего Не Изменится Мы Победим Они Обучены Стрелять Из Вот Этих Орудий Они Сражаться С Конницей Откуда Такая Прыть Ребятки Так Хорошо Блин А Зашли Нам В тыл Все-таки Шети Рыцари Польские Половина Врагов Уже Мертва Так Ну что ж Здесь Победа Все-таки Здесь Победа Потерял Я 26% Пора Покончить С ним Потерял Я Все-таки 26% Ну Многовато Да Ну Ну Хорошо Что Хотя Бы Так Хотя Б Победил Так Не 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 Давайте Вы Ребятки Продолжите Вот этих Вот Добивать Ополченцев С Алибардами Так Ну Эти убегут Наверное Это Это Кавалерия Она Быстро Бегает Так Ну Потери Конницы Конечно же Удручать Вроде Вроде бы Рыцари Феодалы Ну Это Такой Вот Как бы Хороший Среднячок И У Врагов Вроде бы Как бы Войска Ну Не Очень То Замечательные Почему Такие Потери Как И Предполагалось Мы Победили Да Полная Победа Хорошо Так Так Мне Помнится Вы Казнили Наших Пленников Ничего Личного Ребята Метеж Служу Рейху Пум 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 Офигеть А Кстати Да Вот Мой Убийца Женец Смерть Смерть Разрушение Давайте Вот Это Вот Попробуем Убить Святополка Польского Убийцу 30% А Вдруг Ну Хоть Убежал Да Убийца Провалил Задание Убийца Не сумел Выполнить Задание И Бежал Возможно Повторить Попытку Хоть Жертвовать Теперь И Настороже Так Ну Император Генрих Заступник Суровый Господин Плюс Один К жестокости Получил Служу Рейху Хотите Подраться Подходите Ближе Так Подойдем Ближе Ты Самый Главный Не Беспокойся Вот Эту Б Армию Тоже Нужно Разбить Так Ну Это Вообще То Да Следующей Серии Будем Уже Делать Так Давайте Подводить Итоги Этой Серии А Итоги У нас Не Утешительные В общем то Ввязался я В войну С поляками Пока что Блицкрига Не наблюдается Блицкрига Пока что Не наблюдается Поляки Контер Атакуют Осаждают Щецин Кстати я Щецин могу И не удержать Вообще то Так Может быть Ударить Под Данцигу Битва Разрешить Наш спор Хотя Вот эта Вот армия Она 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 Может Ударить По Ной Штеттен А С другой Стороны Мы Там Можем Ударить По Вот Этой Вот Армии Если Разобьем Ее То Может Быть Захватим Познань Конницы Маловато Вот Это Вот Как бы Беда Что Прикажет Казер Казер Да Марш Объединяем Армии Ну В принципе Если Набрать Еще Подкрепление То Я Думаю Все Таки Можно Будет Ну По По Финансам У нас Как бы Денег Хватает Чтобы Вот Оказывать Какое-то Сопротивление Как бы Финансовое Положение Хорошее Просто Нужно Организовать Все Это Дело Одна Армия У нас Здесь Всего Лишь И То Как бы Армия Армия Это Громко Сказано Это Не Армия Да Это Какие-то Остатки С другой Стороны Я думаю Вот Может быть Разбить Вот эти Вот Войска Организоваться Вот Здесь Вот Вот Эту Армию Переделать Немножко Восполнить Потери Подтянуть Подкрепление И только Потом Идти На Познань Ну Как бы Чтобы Чтобы Более Уверенным Себя Чувствовать А то В принципе Я честно Говоря Я не Уверен Получится Ли Взять Познань Так Ну Это Уже Дело Думаю Следующих Серий Ну Что Всем Спасибо За Просмотр Ставьте Лайки Комментируйте Подписывайтесь На Канал Увидимся Услышимся В последующих Сериях Всем Спасибо И Всем Пока Будьте Здоровы Не Скучайте Всего Хорошего